Приветствую всех, кто смотрит. Это опять кот. И я продолжаю выкладывать свое прохождение за царских скифов на легендарном уровне сложности. Итак, в прошлой серии я таки решился атаковать Геллон. Расклад битвы не в мою пользу. Примерно на две трети они сильнее. Итак, у нас туман, видимость снижается, точность дальнобойных снижается, дождь, лучники не могут использовать горящие снаряды. Ля-ля-ля-ля, бездейшим отрядам нужно больше времени, чтобы остановить силы. Не получилось подождать, поэтому приходится начинать. Итак, у меня еще одна армия в подкреплениях, где-то там. Как всегда, я делю армию на две части, объединяю отряды, чтобы было легче контролировать. Поэтому генерала я беру отдельно, чтобы сразу нужно было его спрятать, в случае чего. Генерал должен жить, должен выжить. И мне нельзя проревать битву из-за того, что все мои войска разбежались по причине потери морали. Все, начинаем. Нужно взять Геллон. Ждать просто нельзя. Они сами не вылезут. Приходится битву разыгрывать. Так, вот, начинают подходить мои войска с наемничками. Мы победители! Вы понимаете? Я сразу генералов объединяю в одну общую генеральскую. О, нифига, где они там. Да, уж, надо как-то немножко обойти это поселение. И у них направо не демониться. Не хочу сливать одну армию. Просто потому, что я завтыкал и неправильно послал. Давайте, давайте, подходите быстрее. Увлекательно, но а что делать? Да, эту армию тоже навстречу, да, послал, все, правильно. Надо побыстрее объединиться. Одну кучу. Вообще, ну, капец, конечно. Ровно на другом конце они отреспались. Бред. А вот там, в кустах, мельком видно вражеские войска. Нету на легенде никакой толковой паузы. Нету на легенде замедленной битвы. Нету на легенде мини-карты. Так, да ладно, их ухарим ухарим. Опа. Вот это я, конечно, нажал спешиться. Я, на самом деле, хотел нажать не спешиться, а отключить вот этот режим перестрелки. Ну, сейчас, ладно, они спешатся, я их обратно посажу. Но это мисклик был явный. Все, сейчас они обратно все сядут, пока кони не разбежались. Это был бы дикий фейл, конечно. Просто мискликнул, не туда нажал. Салазь давай. Все, все, все в седле. Ну, враги тоже не спешат нападать, но оно и понятно, что им нападать они обороняются. Время выйдет, я проиграю. Ну, в принципе, времени у меня полно. Да, вот они по чуть-чуть, по чуть-чуть, они все-таки выходят, потому что они чувствуют свое преимущество, но не особо спешат. А не так, только на дальних отступах, как говорится, хотят немножечко меня принять. Теодорих опять Марина урубится. Давайте, давайте, давайте. Надо, наверное, ускоренный режим было нажать, но я боюсь провтыкать, когда эти выскочат. Красиво, да? Вот вроде мощь такая, а все равно дают предпочтение, компьютер дает предпочтение нашему врагу. Правильно, у него там и гарнизон, и у него там стэк со всякими тяжелыми наемниками в полиции ближнего боя. Поэтому ничего удивительного. Вот они все построились. Знатные конные лучники, в принципе, ничего особенного на первый взгляд. Еще такие эти глазики над отрядами, то есть они типа скрытые, типа бегут по лесу и их не видно для соперника. Ну, он то появится, то исчезнет. Вот все, уже все вышли практически. Ну и как только все построятся, буду потихоньку поддавливать. Единственное, что еще надо отряды немного разбить, потому что слишком большой кусман. Мишель Райдерс! Генса, да. Генса нельзя так отправлять. Генерала надо немного в обход отправить. То есть коншельная пуля и стрела залетит. Степняки с дротиками тоже очень жестко. Это может они, но меньше у них дротиков и короче расстояние. Потом он в будущем может быть, говорю, нанимать таких. чтобы разбираться с тяжелой пехотой. Ну, немного, так, чуть-чуть. Фактически все построились. Да, это, конечно, ошибка. Вот, когда... Я сейчас поступаю тупо как искусственный интеллект. В принципе, это правильно. В нем разработчики не зря заложили такую программу, в том, что все подкрепления собирать в одну кучу. И многие игроки, когда играют в кучу спасный интеллект, поддают ему собраться. Это большая ошибка. Нужно сразу упрубаться и не давать соединиться войскам. Потому что они очень, очень хотят это сделать. Они хотят это сделать. У них программа зарегистрирована. И они не должны соединяться. И как бы он начинает уже там варьировать. Начинает уже суетиться. Все. Обстрел потихонечку. Ближайшие конницы начинают рисовать меня вражеская. И я начинаю кайтить, степные конные лучники. Так я и не разделил четверку напополам. Зря, конечно. Ну, ладно. Ну и так. Третьи успевают контролить. То есть когда много конец у врагов они очень быстро сокращают дистанцию и начинают включаться этот вот режим перестрелки. То есть они бегут туда, куда считает искусственный интеллект как бы правильно бегать. А слаженно наступают отряды начинаются ломаться строй и туда контролить еще труднее. У меня уже два отряда попали в миличную мясорубку. Уже больше, по-моему, отрядов. Вот уже один мой отряд бежит. Два отряда. Ну-то я повысил амораль. Да, повысил амораль отряда, который находится непосредственно с прикосновением с братьями. Чтобы он тоже не побегал. Ну, ничего в принципе страшного. Пока не случилось. Большая очень армия, тяжело контролить даже. Ну, в принципе, это все реально. Можно было разделить еще. Еще чуть-чуть разделить и просто быстрее клацать по клавишам. Может быть, даже не мышкой играть, а на клавиатуре мы все равно играем против искусного интеллекта не против человека. Поэтому можно поиграть в свое удовольствие и не устраивать здесь спортивные состязания. Но, это глупые ошибки, то легенда очень сильно уйдет по башке. Особенно за скиф. Анастасия Малбетт! А так, что у нас происходит? Это уже пешие войска. Там я смотрю... Хорошо, что пешие войска у Степняков бомжи реально. То есть, они их ухо вообще не защищены практически. Я переключаюсь по разным фронтам. Конечно, я растянула армию, но, наверное, значительно тут растянули. Сокращаются, сокращаются у меня войска. Генералы. Начинаю генерала отводить. А где мы второй генерал? Он сдох уже, по-моему, да? Наверное. Генерала в союзной армии я уже потерял. Молодец. Прокачан детка, наверное, было, или нет? Конец, из-за чего бы. Нормально, нормально. Пока все неплохо. Очень большие силы затянула мою вот эту союзную армию на себя. Здесь очень большие потери в основном армии. начинай регруппировку. Пере... Как говорится, отступить, регруппироваться и дальше идти в атаку. Конные учатся на армии в доспехах. А вот здесь у них у них урок их дура. Я так понимаю, что у них практически закончились конные вот эти вот застрельщики. Там сзади еще бегает один-два отряда, но почти всех я выбил. Но они первые поперли под мою мусоруку, собственно. Стрел у меня еще достаточно. Стрел еще достаточно. Да, вот я сейчас генерала еще бы не потерял еще одного. Это даже генерал от обычных стрел очень даже уязвим. На прикиньте бежите на лошади скачете и вам лошадь под вами убивают. Шею сломать немудрено. Здесь безнаказанные расстрелы пешки гонки происходят. Ничего сделать не могут выдели внуши топорники. Единственное неудобство меня доставляют там в заде конные ручки. Вот этих степных конных ручников да, давно пора. Я направил на них атаковать в атаку. Они сразу текают. Вот они сейчас уже у края карты бежать им некуда, поэтому попадутся к нам и рядусь. Должаем хайтить. ручки как-то кончились враги, хотя вроде бодро начали получили кучу стрел и все попались степные потери лучники ну а потерь просто море ну вы сами видели что там творилось в принципе не сильно жалко то есть дешевые демоны к тому же полностью я потеряю наверное не сильно много полных отрядов становится достаточно тоже быстро там 3-4 хода у меня особой военной не будет очень важно выключить салонов мороз как этих пока не захватывали зиме в принципе задачу я думаю я это выполнил степные копейщики кстати потрясены уже степные лучники потрясены вот опять я излюбленный свой маневр я нажимаю атаку они сразу начинают бежать хотя еще могут стрелять и к тому же они находятся под защитой копейщиков это искусственный интеллект ну все я сделал выстрел отступаю и когда они разворачиваются дают еще залп все я первым своим отрядом бегу на помощь у с у с у с избиение в аваретах начинается уже ничего не сделать не у у у у у у Вдох! 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 которые все равно буду распускать все вот так вот просто хотя казалось бы главное не бояться первого победа у них было 2 900 у меня 2 700 все равно им отдавали предпочтение за счет того что у них очень много вот этих вот доспешников с дротиками ну и вообще доспешников было больше гораздо у меня как сами видите все в рубашечках не помогли 4 отряда потерял в этой армии 2 непонятно сколько 2400 неплохие деньги почесал репу еще раз почесал репу осуждение культуры плюс 2 что стоимость военных построек 10 процентов минус 10 процентов ленина знать наверное надо было все-таки из других семейств нанимать но я планирую все-таки дальше воевать поэтому нанимаю все не понятны почему сразу не купюю в рейтинге в обслуживании но потому что армия стояла и есть и начинает наступить эту вражескую армию уже отправленный так если ты тут оказывается грабили еще не водная кровь нет при этом никто не любит не пойму почему после кемерии первый торговый этот первый торговый партнер после кемерии кстати о кемерии вот у меня немножечко денег за счет разграбления я начинаю в Семендере нанимать войска потому что я очень опасаюсь нападения со стороны кавказских племен ну собственно что я могу сказать сейчас в данный момент я обезопасил себя с востока потому что фигасеты да и магасеты тоже они довольно лояльные ко мне я никоим образом не задевал их интересы у нас родная кровь приятие культуры все в порядке то есть армении но опять какой то бич пришел черном торговать нанял списки амазонок ленивый стоим строительство пришествии то есть и миндеря сирокини квартал ремесленников построен а понял я армения короче причинила колхиду себе в нем важнее деньги поэтому устанавливаем монополию чем не за жена честный порядок минус 2 разводится зачем нам такая жена возьми себе какую-то нормальную и помоложе так что будем делать с остатками с остатками ворксаланов сначала конечно не распускаю агентов ой агентов этих наемников у меня плюс хотя бы по деньгам пошел и вот у меня воинство садил диверсию не могу сделать денег нет это печально просто контрразведка пускай он попробует меня атаковать я пока восстановлюсь может чуть-чуть если успею восстановить я тоже ничего не могу денег нет это черт посмотрим что дальше произойдет кстати у меня теперь есть ресурсы вот эти вот шкурки в гелоне они есть то есть за счет охоты я могу мехами торговать теперь это классно возможно у меня больше травы а вот он и напал теперь уже преимущество на моей стороне траванутая армия еще и голодающая ничего он не может сделать уже нападение всех убить сразу ну отпустим пленных наверное потому что все таки это родная кровь порабощать я вряд ли кого-то буду я пока не готов с рабами разбираться так мы пока не против кого не воюй фракция уничтожена вот так вот так уничтожается рак салан еще раз передаю привет всем ютуберам которым доставляли рак саланы неприятности боевый дух отрядов плюс два у меня есть выстрелов в минуту всех лучников я нажал заменить наверное я приберегу для другого генерала боевый дух кстати тоже это очень важная вещь футбол может даже важнее чем выстрел в минуту потому что стрелы так не бесконечны как варенье фракция прокачиваем ясно я уже говорил да я прокачиваю всегда стратега чтобы выйти на ночные бои потому что ночные бои на глобальной карте гораздо важнее чем там какое то там рвение или авторитет вычисленное преимущество рулит как ни крути итак фигас сеты надежный отлично итак фигас сетей значит я опять не могу выполнить дополнительную миссию и так теперь я на сто процентов уже уверен что с востока я на какое-то количество ходов я защищен и я увожу свою армию отсюда одну одну пока оставлю для того чтобы занималась порядком у меня минус 3 контрразведка население обеспокоено видите мне нужно повышать порядок ну мой агент здесь тоже больше не нужен поэтому я его веду обратно и сейчас будем выбирать цель какой хороший 57 лет ему до крякнет он скоро будем выбирать цель вот я по да я даже вот это вот комментировать не хочу тут все понятно то есть я улучшая свои войска там по мере возможности либо я не улучшаю их чтобы сэкономить деньги все самое главное это значит глобальная карта посмотрите я вижу армению сейчас вот которая слева сирокины ускоренном марше находится вот это же курсор туда поставил значит и тогда я тоже это заметил чтобы это значил то есть они только что покорили какой-то из кавказских народов у них боевой танец исследованы у них теперь у армян появилась такая какая-никакая грань а они даже лун фасис захватили его мое все они вообще уже непосредственное присутствие на кавказе имеют это не есть гуд а у меня цель как бы кемерия на самом-то деле по моей ну ладно в общем здесь у меня была склейка небольшая я видимо точнее невидимая точно знаю что я тогда сделал сейф и пошел там куда-то своим делами заниматься потом вернулся так это уже следующий день и остается проблема куда мне идти на кавказ либо все-таки на кемере то есть чтобы выполнить основной квест так беру стоимость политических действий монетный двор стоимость агентов минус 2 процента много ставка плюс 2 очень хорошая тема и вот здесь два хода первая технологии 3 хода 2 всего 5 ходов всего и вот здесь у меня дилемма значит завоевывать мне для того чтобы выполнить основной квест первой главы завоевать мне кавказ либо завоевывать на сразу кемере вот это вопрос может очень легко разрешится если на меня нападет кто-нибудь с кавказа там либо армения пойдет очень быстро разрешится но все-таки все-таки вот если мы видим колхидах у армении или армению колхида кто у кого сатрапы ардахан воюет с армении с колхидой армения владеет еще и трапезундом пока вроде у меня более менее отношения такие желтенькие так кемерия воюет с понтом понт на другом берегу значит черного моря понт воюет естественно с кемерии помп меня не любит из-за того что я общаюсь кемерии у меня торговое соглашение с кемерии кстати так как я собираюсь воевать кемерии мне нужно вот эти вот отношения с ними разрывать сейчас видно что кемерия немножко сильнее меня чутка по по шкале но отношения надо с ними разрывать область и нафи олимпиан запомнил да вот вот денежные участки сделать но этого почему-то я не делаю ну я скоро это сделаю это точно просто решил я посмотреть что у меня тут еще как у меня вообще готовность армии у меня минус 5 все еще общественный порядок и военное присутствие мне дает 12 то есть если я уйду это будет минус 5 еще минус 12 то есть будет минус 17 заход это очень печально не стабили с провинции минус 12 12 ходов будет устанавливаться порядок и все равно тогда у меня останется минус 5 надо устанавливать селение которое будет у меня порядок улучшать и строить что-то еще вообще в принципе она все восстанавливается сама через какое-то время из какое-то время но денег жалко дикие лошади не знаю зачем не дикие лошади здесь этот рост заход плюс 2 100 тримесел я не вижу чтобы она повышала общественный порядок главное поселение ну ладно что-то надо делать расчетный доход 458 вообще 6 какая-то с деньгами ну наверно мне как раз деньги вот это вот угелоне поселение даст восстанавливается вообще через какое-то время эти постройки самостоятельно и так получить власть на двумя и более провинциями сейчас одна фонто-каспийскую степь и я полностью владею и вторая провинция это будет либо кавказ еще раз повторю либо это будет вот область боспор армения объявляет не войну и сатрапы не присоединились к алхидах вот так вот окей это хорошо ардахан торговое соглашение ур мерчан are welcome the cross all the world for the well they bring видите уже сами они предлагают мне торговое соглашение потому что у меня есть шкурки видите когда есть ресурс какой-то почему нет союз распался колхида армения отлично сатрапия провозглашает независимость колхида картли и колхида начинают воевать то есть колхида опять опять начинает борьбу за кавказ вот они находятся колхида чуть южнее картли прямо на границе с нами и ухо мая да бывает можно сразу заключить договор нет нет сразу они не дают бывает такое искусственный интеллект затыки такие он объявляет войну а ее мою так они уже около сирокена у меня находится 18 это не полная армия неполная я могу конечно сейчас на быстром марше в сирокену прыгнуть и кстати на быстром марше ничего страшного нет в том чтобы заходить в поселение потому что как только армия заходит в поселение все она уже считается не на быстром марше и уже нельзя не сделать засаду потому что нельзя непосредственно атаковать армию можно атаковать поселение только поэтому на быстром марше прыгнуть в поселение это в принципе в принципе ничего страшного я могу еще одна армия подвести да ну они теоретически конечно могут обойти поселение и атаковать армию которая находится на быстром марше но стоит за поселением ну я не думаю что они так сделают потому что у города есть там небольшое кольцо ну когда как-то называется о восстановился дикие лошади самостоятельно восстановились прикольно очень даже неплохо естественно порядок минус один меня уже стал останавливается потихоньку у города вот видите красная эта область область контроля так называемая так у меня не запланированная война с арменией я сам этого не хотел мне с ними неудобно воевать они сами на меня напали решили что я беззащитный и и они попали на город зачем непонятно да очень низкий очень низкая я по мнению искусственного интеллекта сила ты я думаю за восточных копейщиков самые самые бесполезные уникальные игры просто мясо чуть ли не как крестьян поэтому я выжимаю авторасчет да больше всего у меня пострадал генерал но ничего страшного да я не хочу с ними воевать я не хочу поэтому я отпускаю пленных в надежде что они успокоятся и отстанут от меня у них и так проблем хватает они там на кавказе воюют они хотели за мой счет просто опять покушение на убийство бакдасовоз стоимость зданий так выбираю генерала царское семейство доходов культуры плюс 5 общественный порядок плюс один стоимость военных построек минус 10 нет выбираю все таки второго так так вот у меня армянская армия значит для начала генерала ой это армия армия прокачана отлично легкая конница выстрелов в минуту и скорость передвижения все легкое конец я выбираю у меня все равно сейчас армия из легкой конец стоит здесь у меня все в порядке никаких домочадцев не надо делать и у меня дотягивается агент до армянской армии давайте сначала попробуем просто заключить мир может у нас не отстанет так нет хоть несмотря на то что умеренный шанс был заключение мира все равно они не хотят тогда сейчас я их травану и дам по шапке они могут конечно и не травануться но у меня агент прокачанный отлично вот у них совсем все печально и мой ирбис уже сколько ему лет 60 наверное в очередной раз прокачивается прокачиваю я ему хитрость да поэт он еще и стихи пишет вот такой вот разведчик у меня но это я зря делаю сейчас я уже это знаю надо было ему конечно критическое действие он то есть еще и стоять будет все это время мне даже не знаю а нет смотрите это наверно потому что реку пересекаешь поэтому такой маленький радиус ну если можно атаковать армии лучше атаковать двумя армии почему нет я просто боюсь что какие нибудь сейчас выскочит еще и снизу там армяне так и в салохе я хочу нанять еще генерала это видимо с прицелом на кемерию все таки потому что я видел что армяне в принципе готовы к заключению мира партамаспад 73 влияние государственных деятелей можно было в принципе брак сделать вот я сейчас увидел доход от культуры плюс пять процентов у меня денег нету его нанять стоимость стоимость построек другие семейства партамаспад а у меня четыре армии ёлы-палы что я тут смотрю вообще у меня четыре армии у меня максимум армии я ничего нанять не смогу все равно вот такая вот дилемма еще раз смотрю я на эти цели чем-то плохое у меня влияние вот собственно такой тур по всем моим армиям да я сейчас провел общественный порядок минус десять военное присутствие двенадцать всеск бронзовых изделий пища минус один дает гарнизон степные копейщики у меня у меня у меня будет очень жесткий конечно очень жесткий проседание по недоходу по общественному порядку поэтому наверно мне нужно все-таки строить что-то для порядка общественного в общем показатели у меня восемнадцать на все провинции на все мои поселения восемнадцать пищи поэтому даже если я в какое-то какое-то поселение у меня будет минус по пище ничего страшного армия остановлена армянская поэтому не вижу смысла ее прямо сейчас атаковать можно это сделать на следующем ходу к тому же к тому же любая любые боевые действия как бы они понижают отношения а я хочу с армянами заключить мир и не хочу с ними дальше ссориться то есть если я бы сейчас сразу уничтожил армию у меня бы не было шанса у них еще раз мир попросить а хотя чтобы я завоевал фасис и обещают пятьсот монет ну не знаю во первых пятьсот монет это не такие деньги итак в геллоне в геллоне пошел плюс плюс к ну к порядку и священная земля либо колодец у меня будет увеличивать общественный порядок на плюс два я думаю все таки стоит священную землю поставить несмотря на то что колодец это как бы типа круто но священная земля там слишком много хороших построят потом открывается потом в дальнейшем конечно можно колодцы поставить да потому что у меня ну я же не хочу чтобы у меня там развивались всякие эпидемии там чума там всякая дрянь вот еще священный источник тут можно сделать но по-моему для него надо там какие-то технологии выобретать которых у меня еще нет к черту короче итак волны в море трав есть у меня деньги там диверсию да есть совсем совсем все печально ну что я даже не предложу миром что ли надо предложить мир сначала я буду их убивать шатать их полностью двести тридцать семь человек я бы мог даже одной из своей малой армой их убить но длин а 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 уничтожено пару повышения повышение полководца тактик хитрис плюс 2 дальность перемещения по карте 8 процентов и второго полководца тоже стратег жаль только что умирают что я бывает там уже прокаченные полководцы живут там пару ходов и не успеваю толком поменять даже так ну что армения они одобряют войска державы армении но это что я отпустил видимо придется идти на фасис что еще остается делать так ну я отправлю туда агентов своих посмотреть что там вообще происходит очков действия только нет откуда лучше пойти либо через кавказские горы пойти вот здесь тоже дорожка есть перевал через эту карт ли может они мне дадут прохода право прохода я бы армии провел и колхида воюет с армении с карт ли и орда ханом сайт на маях андердонер сельфов не помочь и не хотят они это своими менте и индо фасин ядер кирк говненький опана чем семенера такую что мороженое вот эти вот не себе не людям называется но них он голодовка какая то у них там черепочки над головой но все равно могут ломануться они такие и вот думаю сейчас атаковать фасис не атаковать и ожидать нападения от картеля не ожидать идти через границы не идти я пожалуй вот что сделаю да я могу их пограбить у меня с деньгами не очень почему мне не пограбить не на этом ходу понятно потому что нет очков действия тем более у скифов 50 процентов бонус ко всяким грабежам почему бы нет он с роксоланами прокатило с армении прокатит я уверен вот так вот все немножко идет не по плану то есть хорошо конечно когда ты сам атакуешь того кого ты хочешь сам идешь выполняешь свои планы но вмешивается вкусный интеллект у него тоже есть своя программа у него тоже есть свои интересы мордос грубый и вероятно распутанный ну здрасте приехали вот ордахан уже тут мордахан тоже запросто может напасть такого конечно редко бывает чтобы я я воюю с Арменией он воюет с Арменией он еще на меня нападает но тем не менее бывает иногда что там в этом фасисе в армянском фасисе на побережье Черного моря происходит какая-то армия на воде либо это флот да я могу здесь пройти но только когда у меня очки действия будут 1700 надо чтобы семейный дерево увеличить поселение про строительство нельзя забывать потому что это все экономика без экономики нет денег без денег нет войск без войск нет войны а без войны не выиграть компанию за царских скифов на легенде в принципе все довольно неплохо сейчас происходит то есть я не только веду какие-то там завоевания у меня нету лишних войн у меня более-менее прикрыты тылы вот запад на меня не нападает потому что я довольно быстро рванул вперед у меня плохие армии и он не чувствует что я буду легкой добычей опять политическое событие нанять героя кстати героя пора бы уже и нанять так у меня исследовалось и вот я иду к совету племени компуляционной печь это будет следующее да нет через shift не получается через control поэтому наверное на следующем в следующий раз торговец скотом доход скотовоста плюс 10 авторитет плюс 1 нафиг мне этот авторитет а это мортус это мой хозяин фракции поэтому оставим авторитет а козла этого можно ко мне другому пристроить скифия населения несчастна но на самом деле в данном случае это означает что повысилось у меня немножечко благосостояние порядок так сказать итак военное присутствие 12 рано пока еще уходить ну еще чуть-чуть надо армию здесь подержать установить порядок но это вот цена за то что я его ограбил этот гелон получил 2000 и нанял там эти войска лучше иметь войска чем не иметь серьезно то есть иногда особенно в начале игры это очень важно иначе если будет мало войск то нападут все со всех сторон и все компания слита даже если не сразу проиграете потому что в принципе искусственный интеллект воевать толком не умеет и можно за счет ручных битв вытянуть как бы несколько битв но испортится отношение просто со всеми безнадежно и уже с безнадежно испорченными отношениями ну ни черта не сделать колхида царские скифы и ордахан мне ему мало буду грабить отхожу я к основному поселению по пути все граблю будет ли со мной кто-нибудь уже мир заключать кто-нибудь я имею ввиду армению провинция скифи регион октау владелец неизвестно не ну я-то знаю что там массагеты но ладно неизвестно и неизвестно как бы меньше знаешь крепче спишь сирокена 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 захватить фасис 500 рублей четыре хода я успею в принципе вполне я просто жду пока моя агенда идет чтобы там уже точно посмотреть есть кто-нибудь рядом нету а то захватишь выскочит стейк из кустов полная армия в 20 рыл и все и я не только поселение обратно потеряю о что ну май лорд wish is to be 100 койн он юр пик это аксептируется токин о френч сразу бы так что лезли это вообще непонятно потеряли армию просто так требует выплаты правопрохода ничего от вас не хочу и отменяю все договора потому что разбираться с ними об она это что такое началось этим-то я дам право и ливен анкрейт фури аксель деньг заплесенька мда господин волк к лешему сау сей ардахан да сволочи видимо этих надо тоже утихомиривать только я разорвал все договора с кемерией на чтобы войну им объявить уже начать кто такой коса с только я значит разорвал все договора с этими кемерицами чтобы обидеть им войну только я заключил мир с арменией уже десять ходов могу не беспокоиться на ее счет черепки болото какие-то наверно пойдем разбираться значит с этими уродами нельзя я конечно не хочу воевать куда деваться быстренько отдам этому ордахану по башке а дальше посмотри что получится так так вот сволочь договор о ненападении а я разве не разорвал а я разве не разорвал а я разве не разорвал ирбис 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 давай кардахану топай поможешь такие вот вот так вот незапланированные действия вот сволочи а селение отлично 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 надо не забывать это мне деньги потому что Армения дала шикарно кстати там я забыл отметить да можно нанять один отрядик еще раз уж я иду не ускоренный марш основной армии отравленными стрелами там в Армении то что мое разграбление она вызвала эти да найми и чё ты вызвала волнение и там вылезли мятежники то есть им еще и с мятежниками надо разбираться теперь еще у них я так понимаю армян остались два региона вот этот фасис и трапезун это все по берегу черного моря а собственно Армению уже кто-то завоевал там колхида или еще кто-то то есть у армян он совсем не радужен и ну а римчик играет в арену колхида и ордахан заключили мир сначала отказались потом заключили мир мордос что-то совсем все тяжело протекторат а ну понятно порсерксеркс все перестали они грабить меня вроде да то есть я не вижу снижения порядка ну а нормально ну ка да да нету нету налета ну такого жесткого налета нет остатки только отголоски от прошлого так а что у нас здесь буддины конфедерация не не дадут конфедерацию а а а а а проверяю потому что как только захотят конфидерацию однокровные это значит во первых у них проблемы какие-то жесткие и мне нужно уже смотреть пристально в ту сторону а во вторых как бы мне нужно выполнить все-таки это задание получить эти три тысячи а я все хочу отсюда снять этих своих равных воинов мне вот очень-очень не нравится потому что здесь так долго порядок восстанавливается итак военное присутствие 12 а всего у меня плюс 8 ну после нехитрых вычислений получаем что минус 4 у меня будет если я уведу отсюда армию но у меня каждый ход даже минус 6 что так печально это наверное за счет персонажа да еще да можно здесь нанять агента конечно и поставить его улучшать порядок но у меня денег нет можно на следующем ходу а это задание я уже не выполнил я просто тупо нет денег жаль ничего не поделаешь так ну ладно значит Кардахан передумал заграбить или он испугался армии которая подходит я на всякий случай пока еще здесь постою вдруг он еще раз решится какие она такая меня грабить это я ему сразу по зубам дам пока у меня есть там 8 или уже сколько 7 ходов до начала войны с кемерией надо подготовиться хорошенько почему я говорю 8 или 7 потому что я только что разорвал с ними там два хода назад или ход или 3 или 3 я уже забыл короче недавно я разорвал с ними все соглашения 10 ходов не знаю подать понизит мою новое задание включить технологию порядок в войсках и там я провалил где-то задание по поводу этого агента да черт с ним так ну все можно купилиционную печь сделать на самом деле чтобы были у меня сановники а сановники нехило денег нам могут поднять вот вот поэтому купилиционная печь ну торговые пути как у меня видимость на столицу массагетов вот я могу сделать значит этого агента который желательно бы с бонусом на ну нет бонуса к сожалению пускай этот будет иногда бонусы есть у агентов которые повышают в принципе я не и так повышаю общественного мужа шесть плохо агента я могу включить только на следующем ходу ну в принципе у меня повышается общественный порядок ну прирост общественного порядка на единицу каждый ход вот после захвата смерти отчетку disruptions почти и так далее. Смотрите, кемерийцы тоже как бы поняли, что я не просто так разорвал все договора и уже полную армию направили к моей столице. Соответственно, черт с ним, что здесь идет понижение порядка. Рост будет все равно меняться. Мне нужно на ускоренном марше двигать к столице, к своей. Иначе все может очень плохо кончиться. Вот по этой дороге по Северной. Какая протяженность границ бешеная у скифов. Просто бешеная протяженность границ реально. Вы посмотрите. В том числе за счет этого это одна из самых сложных компаний вообще в игре. В принципе, базовая сложность высокая. Можете посмотреть в начале игры в компании. Не у многих базовая сложность высокая. То есть я посмотрел там варварских племен, у некоторых варварских я имею ввиду этих из Германии и Франции. У некоторых высокая сложность базовая. Там каких-то государств, это если вы купили эти дополнения, у каких-то государств, которые там среди между Римом и Грецией там находятся. Еще у парочки. А вот у основных фракций типа Рима, там Армении, всяких греческих полюсов там. У них либо высокая, либо средняя базовая сложность. Ой, либо низкая, либо средняя базовая сложность. И за них реально очень просто играть. Даже на легенде. А скифы, у них и так написанная базовая сложность высокая. Так еще вот эта протяженность границ на начальном этапе игры, это просто жесть. Потому что армии мало, все фронты закрыть реально невозможно, если в политике вы что-то накосячили. А накосячить здесь очень просто. И потом еще войну неправильно ведете, то есть не освобождаете пленных, а всех вырезаете нахрен под корень. Там лишний раз атакуете, лишний раз применяете каких-то агентов там. Войну неправильно ведете там, то это все очень плохо кончается, очень быстро. Ну все, значит, я решил, что больше Ардахана выпендриваться не будет. Но если что, я вернусь. Ничего страшного. И я иду выдвигаюсь к границе с кемерой. Нанимать опять войска. Восстанавливать потери после морозка. Но войска можно нанять и попозже, чтобы не платить сейчас ренту. Немножко скопить денежек. Может быть, что-то еще построить. В общем, все это надо делать с умом. То есть нанять войска уже там практически в последний момент, чтобы лишние деньги не платить. Единственное, что надо иметь в виду, что у меня наем там 4, 4 и там построек после построек там 5, 6 максимум армий за ход. Вот. Соответственно, нужно деньги еще иметь на этом. Так. Своенравные войны. Продолжают путь, пока кемерийцы тоже что-то делятся, не нападают. Еще не дошла у них точка кипения. Постепенно снижается... Постепенно снижается отношение, потому что вот эти вот модификаторы, которые дают плюс к отношениям, типа там договоры заключенные, там с государством, либо там война с кем-то, с противником, они в течение времени эти модификаторы уменьшаются. А модификаторы, типа постоянные, типа там неприятия культуры, они остаются напряженными. И поэтому отношения в целом постоянно портятся. То есть вы их можете поднять как-то, но в целом тенденция идет к снижению. Всегда. Если ничего не происходит положительного, всегда все снижается. Поэтому сейчас еще отношения, видимо, не зашли до точки такой, с кемерийцами, когда они сами нападут на нас. Но это рано или поздно случится. Я же все договоры отменил. Поэтому больше я модификаторов за договоры не получаю. Более того, я получил отрицательные за разрыв. Итак, на этом все. На сегодня с вами был Кот. Пишите что-нибудь. Никто ничего не комментирует. Уже третье выходит видео. И до новых встреч на прохождении государственных скифов за легенду.